В Куйбышеве в 1942-м набилось все, что было эвакуировано из Москвы. Наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Улица Фрунзе, костел, исторический центр города, словно готовая декорация к фильмам. На один год, когда шли съемки, Самара снова стала Куйбышевым с 40-х годов. В этих улицах и подворотнях режиссер Сергей Урсуляк увидел и военный Саратов, и Казань. В эпизодах фильма принимали участие самарские актеры. На творческом вечере в киноклубе «Треугольник» они поделились воспоминаниями о забавных случаях, которые произошли на съемочной площадке. Меня начали когда гримировать. Урсуляк говорит, Дима, иди сюда. А зачем тебе гримировать? Давайте замотаем ему лицо. И мне просто замотали бинтом вот так лицо, и поэтому я себя по бинту узнавал. Сцена вторая, это был мне черный кот. Ну черный кот это прелесть. Это привезли кота из Москвы в Самару в марте. Кто слинял тут же. Взяли какого-то дикого кота, который ободрали. Мы двухминутную сцену снимали два или четыре часа. Творческие встречи с актерами и режиссерами для киноклуба не редкость. «Треугольник» появился в Самаре четыре года назад. Основная задумка создателей – здесь зрители смогут увидеть то, что не покажут в широком прокате. «Мы стараемся показывать те фильмы, которые пока нельзя скачать в интернете. И поэтому интерес есть. И он сложно выстроить кривую, но я думаю, что за последние года два-три он, наверное, все-таки увеличился». В новом сезоне киноклуб «Треугольник» готовит для зрителей интересную программу. В октябре в кинотеатре «Художественный» пройдет творческая встреча с режиссером Алексеем Федорченко. Кинолекторий, посвященный памяти Осипа Мандельштама и фестиваль «Другая анимация». Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.